В сегодняшнем вебинаре. Я надеюсь, что запись пошла, видно. Сегодня помогает, как всегда, здесь у нас ассистенты и Олег Сошников, и Алексей Дьяков. Вопросы уже даже здесь в чате поступили, я сейчас на них вначале в самом отвечу. И дальше перейдем к нашей сегодняшней повестке, к вопросам. Шесть, по-моему, там вопросов есть, что обсудить и что объяснить. Потому что большая часть вопросов была задана из технической поддержки. Там люди прямо туда задавали вопросы, просили еще раз разъяснить. Причем большинство вопросов такие, что мы о них уже неоднократно говорили, но у людей все равно наше сообщество расширяется, люди не смотрели старых вебинаров. Это естественно, у них возникают вопросы абсолютно такие, как бы элементарные. Но мать никогда не мешает повторить, поэтому повторение мать учения. Таким образом, дорогие друзья, первый вопрос, первый вопрос, который... Здравствуйте, в прошлом году вы как-то в одном из вебинаров говорили о своей мечте купить в 2021 году хорошую номерку на деньги, заработанные в компании. Сейчас вы уверены ли в этом? Значит, я немножко исправлю свой вопрос, потому что я помню, о чем я говорил, и мне уже давно за мои усы по этому поводу дергают. Больше всех это делает Дьяков, спрашивает, когда мы столько заработаем, да? Вот, и поэтому, значит, вопрос в том, что за дивиденды не за заработанные, а на дивиденды по результатам 2021 года, в 2022 году обычно выплачиваются эти дивиденды. Вот, когда-то, может быть, не исключаю, что говорила о том, что это может быть 2021 год по результатам 2020 года. Но вы же понимаете, дорогие друзья, что прошлый год, прошлый год, весь этот, вся эта кутерьма с карантинами и с прочими делами, мы и так на два года как бы вышли с графикой, сейчас это передвинуло целый ряд вещей, которые по сей день еще не по нашей вине, не по вине проекта, а просто так сложились обстоятельства. Вот, наши подрядчики не выполняют, не успевают, не укладываются в сроки, и, естественно, мы тоже выходим из срока. Хочется, хотелось бы, хотелось бы действительно, и поэтому две причины, почему я сегодня не могу сказать, куда вопросы, Олег, ушли, я не вижу этих вопросов, тут было их больше. Значит, я больше не могу почему-то вопросы крутить. Они пропали, что ли? Ну ладно, значит, поэтому этот вопрос такой, как он есть, и, естественно, я хочу купить, но вопрос-то в том, что эту машину, сейчас нет такой еще машины. Если покупать, то покупать уже нового поколения двигателей, а это или же водородные двигатели, или еще что-то другое. Так что ждем, нет худа без добра, так бы купил машину, вот, если так, ну, слегка в шубку перевести. Но дело в том, что, в принципе, я так думаю, что, скажем так, на два года как бы передвинулась вся эта, весь проект. А, я понял, Олег, спасибо. Я так и подумал, кстати. Ну вот, поэтому я вижу. Поэтому я стараюсь как бы прогнозировать, ничего не поделаешь. Я планирую, да, жду, как и все мы, поэтому ничего страшного. Можно пока и на старой машине поездить, вот, которая уже больше 10 лет. Хорошая машина. Ну, готовимся, и я думаю, что не за горами дивиденды. Поэтому не буду больше спекулировать, оставляю за собой право отвечать на вопросы, когда вы, Маслов, купите машину. 22-й год, 20-й и так далее. Из выступления о Зарецкого я поняла, что юнибусы будут работать на электричестве, и все. Вроде планировалось и на ДИС-топливе. Ваша хорошая память у Татьяны, да? А Татьяна вопрос. Действительно, когда-то и я на первые, первые, как бы, мое впечатление когда-то было, и у меня даже где-то есть слайд, что, как бы, запасной вариант – это дизельный двигатель. Хорошо планировать, значит, это время показало, что вы же понимаете, что сейчас мы находимся, и наши юнибусы, они находятся, это уже мы имеем пятую, пятое поколение проектных средств передвижения. Никаком дизельном двигателе не имеет смысла говорить. Если говорить о том, что там в Техасе или где-то произошло, вам надо еще раз посмотреть, что сейчас, как бы, как позиционируется продукт или проект Юницкий Стринг Технологи. Дело в том, что фактически, фактически она, да, действительно есть и будет только электрическая. Вот система, путевая структура сама является производителем, как бы, электричества. Запас хода, запас хода у транспортных средств достаточно большой, там, до 100 километров. Все зависит от того, о чем мы говорим. Говорим ли мы о городском транспорте, или говорим о высокоскоростном. Поэтому высокоскоростной он еще не сертифицирован, трудно предполагать, но проектируется, что у него тоже будет очень большой запас индивидуального или своего электричества. Плюс я не исключаю, что сама система будет производить электричество, и таким образом, таким образом, как бы, система самодостаточная и устойчивая. Поэтому ничего страшного, поедем на электричество, у нас свое будет. Так, теперь перейдем к тем вопросам, которые сегодня поступили. Вот нулевой, еще раз, чтобы войти к первому вопросу, я еще раз хочу о долях и акциях поговорить, потому что отсюда вытекает это, да. В чем и где разница, почему это нужно и кому. Вот, и что действительно выходит на биржу IPO или на СТО. Значит, смотрите, доли и акции. Шерс, на английском языке есть шерс. И когда говорится шерс, то от контекста понимается, это речь идет о долях или об акциях. Фактически, фактически, в международном праве акция, она есть, а акция – это так называемый документ или же, скажем, отображение или удостоверение, которое имеет человек на то, что он владеет в этой компании. Поэтому о долях или об акциях не имеет сильно смысла говорить. Слово доли было исторически или в процессе нашей жизнедеятельности было принято в русскоговорящем как бы пространстве или сообществе в связи с тем, дорогие друзья, что, скажем, пытались, и если вы посмотрите, в интернете есть и сейчас кое-где информация, что вот, они торгуют акциями. Никаких, что долями нельзя торговать и так далее. Поэтому разделили и говоря, и говорим о долях, и в наших документах везде написано. Это чтобы не будить лихо, чтобы не давать повод для подлавливания на разные как бы терминологические крючки. Все. А фактически акция, она и в Африке акция, понимаете? Вот, поэтому компания и выпускает компанию, если мы посмотрим документы компании, и о какой компании, это Global Transport Investment, мы сейчас будем здесь говорить, значит, и об Евразии, Нарелскове Systems Holding, что там написано? Акции. Поэтому внутри компании учитывается не доля, а именно акции. На всякий случай мы используем термин доли. Фактически это внутри так называемой закрытой акции. Поэтому мы немножко разделили, чтобы можно было отмахиваться от назойливых обвинений. Разницы большой нет. Почему она нужна и кому? Это для различных обвинителей наших. Что в действительности вводится на биржу и на IPO акции? На IPO будут выводиться акции, какие? Я сегодня не могу вам сказать, этого не сказано, вернее, сказано в меморандуме. Это акции, которые мы как бы получаем в залог. Но выводится фактически, выводится на биржу, на IPO свободные акции. И это то, о чем мы уже неоднократно говорили, что из Евразии, скорее, Skyway, Евразии, Нарелскове Systems Holding, да, вот из этих компаний, видите, GTI, имея такой акционерный капитал, выпустила акции А и акции Б. Вот столько процентов. Акции Б, это были внесены в уставной капитал первого, второго и третьего Евразия Нарелскове Systems Holding. Но акции А предлагаются инвесторам 50% минус одна акция. То есть одна акция меньше, чем половина. А половина и плюс одна акция остаются свободными здесь. И вот эти акции будут выводиться на, скажем, или отталкиваясь от этих акций, будут выводиться на IPO. Поэтому это очень важно понимать. Теперь, что еще дальше? Какое отношение доли евро имеют компании, владеющие технологией? Вот отсюда хорошо видно, какое эти доли или акции имеют компании, владеющие технологией. Компания, владеющие технологией, это Global Transport Investment. Но здесь еще надо понимать, что учредителям, или, скажем, первоначально интеллектуальную собственность туда внесла компания Unisky Corporation. То есть это владелец этой компании Анатолий Эдуардович Юницкий персонально через определенный юридический пакет. Вот. И эта компания внесла интеллектуальную собственность и она же, и она же, извиняюсь, сейчас покажу. И она же владеет акциями А, вот этой компании Global Transport Investment. А акции Б, они внесены как уставной капитал в Евразии, в Нарелосковое Системс Холдинг. Эти компании, в свою очередь, выпустили свои акции. Ну, их назвали А, фактически это просто акции. Вот. И инвесторы-акционеры, они являются, как бы, владельцами тех, те, кто, как бы, вносят, кредитуют, инвестируют, получают залог и через это, как бы, внесены в реестр этих компаний. Вот в чем, как бы, разница и кто, чем владеет. Поэтому, значит, какое отношение доли имеют компании, владеющие технологией? Они имеют отношение через, через то, что эта компания внесла сюда привилегированные акции. Что такое привилегированные акции, вы уже знаете. Какая номинальная стоимость? Номинальная стоимость акций и там, и там, везде. И акции Б, один доллар, и акции, которые выпустили Евразия, Нарелосковисия, Симфолдинги, тоже один доллар. И ценно-то как раз то, что они владеют этими акциями, а мы являемся совладельцами. По какой причине на инвесторов не оформляется напрямую доли Global Transport Investor? Почему на инвесторов оформляются доли, выпущенные Евразия, Нарелосковисия, Симфолдинга? Дело в том, что если или когда, или если вы посмотрите меморандум, где описывается условие или как бы база, за счет чего и что обеспечивает процесс, залоговый процесс тем, кто получает или дают, кредитует проект, и потом получает залог, и не потом, а в процессе получает залог акции или доли Евразии, Нарелосковисия, Симфолдинга, то эти компании, они созданы для того, чтобы как раз они были просто для безопасности владельцев, они были бы просто держатели, я уже говорил об этом неоднократно, но сейчас повторюсь, это компании-держатели акций, которые люди как бы получают в залог, и они держат реестры этих акций, они не занимаются бизнес-деятельностью, они не имеют право там свои акции никуда девать и так далее. Надо посмотреть эти документы. И более-менее это все озвучено, есть в договоре, значит, опционном договоре, залоговом договоре, когда мы кредитуем проект, и в основном это есть все описано в меморандуме, который описывает всю эту систему, залоговую систему, залоговое инвестирование. Вот основная причина. Сможем ли мы инвесторы с долями, ну, с акцией участвовать в IPO, и на каких, я уже кое-что сказал, и на каких условиях это будет обмен на доли жителей, выкуп. Сегодня, значит, дело в общем, что вообще с этими долями пустышками. Дорогие друзья, почему вы, какие доли пустышки, это далеко не пустышки, каждая доля, она имеет номинал один доллар, но этот доллар, он фиксированный, номинальная стоимость этой акции, или, да, стоимость, о себестоимости мы сегодня не говорим, она очень выгодная, вот, и поэтому очень важно это понимать. Так, там, это очень важно понимать, и поэтому, значит, вопрос, что будет сегодня трудно сказать, но фактически я уже сказал, что это будут доли или акции Евразия Нарелосковый Систем Холдинг, вот, если андерайтеры, которые будут проводить подготовку к IPO, мы об этом немножко позже будем говорить, я еще раз прокомментирую, придут к выводу, в зависимости от ситуации, в зависимости от, значит, экономического анализа, состояния компаний, проектов компаний и так далее, придут к выводу, что нужно сделать какой-то обмен, он будет просто сделан, вот, проведен, выгодно для владельцев акций, потому что это выгодно для GTI, значит, выгодно и для Евразии Нарелосковый Систем Холдинга, и это нисколько не пустышки, мы можем их менять, сможем менять, скорее всего, мы же уже раз меняли, вот, причем на токены, сегодня токены еще, как бы, в таком, ну, как бы, легка, слегка пассивном режиме, но уже есть возможность их обмена на денежные средства и так далее, поэтому это не пустышки, дорогие друзья, вот, и это очень серьезный капитал, потому что, и в последнюю очередь, или в первую очередь, потому, что за этими акциями, за этими акциями, стоит через GTI, через GTI, за этими акциями, за этими компаниями, стоят привилегированные акции GTI, что стоит за GTI, первое, стоит, значит, интеллектуальная собственность технологии, и второе, она капитализирована и капитализируется в экотехнопарке, или, скажем так, и в инновационном парке, и где бы там еще что не строилось, там капитализируется, то есть она капитализируется через компанию, которая сто процентов принадлежит, это опять-таки GTI, это ЗАО струнные технологии, или же Юницкий Стринг Технологии Инкорпорейт, вот, компания, поэтому это вообще, говорить о каких-то пустышках, это некомпетентно, или некорректно. Я еще раз хочу открыть здесь, я себе пометку поставил, когда мы говорим о кредиторе, инвесторе или акционере. Когда начинается процесс, то в договоре фактически человек является кредитором, он кредитует проект. Когда проект, пакет полностью, или полностью прокредитован, пакет выбранный, пакет инвестиций, то он становится инвестором, и у инвестора есть возможность выбора, извиняюсь, есть, он становится, ну, он кредитор-инвестор, и у него становится возможность выбора, Стать акционером или нет, или остаться кредитором. Как только он нажимает на кнопочку там в личном кабинете и принимает, меняет обмена своих залоговых долей на акции, становится акционером, он становится акционером. Понятно, да? С юридической точки зрения, я уже объяснил, чем они обеспечены. Они обеспечены акциями и всем, что капитализируется в Global Transport Investment. Кто реальный владелец трех компаний Global Transport Investment? Юридический адрес вы в меморандуме можете найти. Теперь, значит, что я еще хотел вам показать. Здесь, значит, вот владелец, учредитель Global Transport Investment, еще раз, Unisky Corporation. Вот, Global Transport Investment вложил учредительный капитал B акции в Евразии на Рейдсковой Системс Холдинге, и все они являются, каждый из них является владельцем определенной доли акций B Global Transport Investment. Я не говорю сейчас о Royal Capital Group, вернее, о Royal Capital Group, который покупает акции, получая инвестиции от инвесторов, когда те покупают акции Royal Capital Group фонда. Это отдельная история. Мы сейчас рассматриваем, что это залоговые акции, залог акции, акции B, и инвесторы, акционеры, они, значит, становятся или становятся инвесторами-акционерами или же остаются кредиторами. Есть и такие, которые через три года, с момента инвестиций, могут, значит, ходатайствовать о возврате инвестированной суммы, и в случае, если есть прибыль, то и определенный интерес получить за инвестированной суммы. Такие есть, но зачастую это люди, которые по незнанию остались просто кредиторами. Вот сейчас прошел даже такой поток оформления этих людей, которые пожелали воспользоваться этой возможностью, чтобы они в свое время просто проморгали. Потому что фактически-то интересно мне получить не 3-4% интересов, а стать выгодополучателем через владение акций, у которых номинальная стоимость значительно выше себестоимости моего кредита, по которому я получил эти залоги себе. В дальнейшем я надеюсь, и каждый из владельцев, из акционеров, надеется получить, скажем, выгоды владения этими акциями. Выгоды какие? Первое – это то, что капитализируется имущество за этими акциями, которое стоит в GTI. И второе – это то, что их стоимость будет значительно выше, она приблизится к номинальной стоимости и будет значительно выше номинальной стоимости, потому что мы имеем дело с серьезной транспортной корпорацией, всемирной корпорацией, которая развивает этот проект и выводит его на мировой рынок. Есть вопросы. Включен звук, попробуйте. А, там просто люди между собой. Не передумал. Слушайте, Вебинар Маслова. А, тут просто есть вопросы. Можно узнать. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как по-вашему мне лучше поступить? У меня уже есть достаточный портфель долей. Но достаточно такой вопрос накопил. Еще средств для инвестиций. В какой процентном центре доли токена вы бы предложили инвестировать? Например, или 40 токена, или как? Я об этом говорил, значит, в любом случае резерв в акции 80-90%, 10 пока резервировать на токены. Понимаете? Или же сейчас, потому что я лично жду, я говорил, что еще в прошлом году, что в ближайшее время будет сделано предложение на security токены. И тогда можно будет уже располагать и смотреть, через что выгоднее и лучше проинвестировать. Поэтому, ведь смотрите, кто этот спрашивает, там сейчас посмотрю, спрашивает анонимный спрашиватель, значит, что в токены или в акции. Я говорю, естественно, ведь какая разница и за токенами, если я не знаю сегодня, какие токены будут, что за ними будет предложено. Security токен, это значит, фактически по белой бумаге это токены, за которыми стоит адресный проект. Понятно, да? А акции это проект в целом технологии. Поэтому спешить не надо. Акции никогда много не бывает. Вспомните тот вебинар, если вы слушаете время от времени или посмотрите. Несколько вебинаров назад я говорил о том, что значит, как бы, инвестиция в... Что такое много или немного? Я говорил на примере, значит, ответа на вопрос, когда человек спрашивал, чтобы мне получать ежемесячно там 500, по-моему, евро или 6 тысяч евро в год, надо ему было получать, сколько мне лучше иметь акций у себя в портфеле. И там я приводил пример. Поэтому разница там между 6 и 60 миллионами, она показывает очень хорошо, что лучше. В любом случае, не менее полутора, двух, десяти миллионов. То есть ближе туда. А дальше уже дело вопроса. Значит, там кто-то пытается у меня спрашивать, когда бабки верну. Я у вас не брал деньги. Можно узнать о строительстве скоростной трассы в Белоруссии. И, ой, вы знаете, я тоже о нем ничего не знаю. Можно ли узнать о строительстве скоростной трассы в Белоруссии и Объединенных Арабских Эмиратах? Проектирование, я знаю, что ведется, ведутся переговоры. Вот строительство, мы же говорили, что такое строительство. Я лично поднимаю, понимаю под строительством это то, когда уже пошли земляные работы. До этого пока идет проектирование. То есть различные стадии проектирования. Вот еще, если чисто юридически говорить, строительством является то, с того момента можно считать, что строительство, когда есть разрешение на строительство. А до этого еще надо дожить. Поэтому все оба проекта и в Белоруссии, и в ВАЕ, и есть еще другие места, где тоже рассматриваются варианты. Они находятся в стадии проекта и до получения еще разрешения на строительство. Но ведутся предпроектные работы. Так, что там еще нет? Так, вот хорошо. Значит, слушаю вебинар Масла для Вьетнама. Проект уже на 700. Вы знаете, дело в том, что еще раз мне уже, как бы, я получил разную реакцию обратно. Смотрите, что говорил Маслов на прошлом вебинаре. И что говорил он для вьетнамцев 18.02. Вы понимаете, я даю свою экспертную оценку. Кто-то мне может сказать, что ты же официальное лицо, значит, ты даешь мнение компании. Нет. Я официальное лицо говорю очень четко, что это моя экспертная оценка, которая базируется. Не просто я взял, ткнул пальцем в потолок и подумал, ну, дай-ка я вот эту цифру нарисую. На оценке той информации, которой я владею, на оценке. И вы, кстати, владеете в большинстве этой информацией. Это все информационные, открытые информационные источники. Во-первых, конкретные информационные сообщения нашей компании SkyWorld Community и головной компании или компании заостровной технологии, или же Ницкий Стринг Технологи, или как там РСВ ее еще называют, другую площадку. Это официальный сайт Анатолия Дарвича Еминского, плюс различные сообщения, которые, значит, из видеороликов выходят, плюс главное, это бизнес-план, дорогие друзья, где есть графики, где есть. Я просто их, скажем так, сканирую и оцениваю, потому что фактически, если мы посмотрим бизнес-план, то уже проект должен был быть завершен, понимаете? Но я-то знаю, насколько временной сдвиг, скажем так, произошел и происходит. И я всегда говорил, мы сегодня будем смотреть свод-анализ, где есть риски, значит, которые влияют, и это все временные риски, дорогие друзья. Потому что я уже неоднократно говорил, сегодня повторю, что эксперты транспортных проектов или вообще транспортники, как я их называю, которые инфраструктурными проектами всю свою сознательную жизнь занимаются, они неоднократно мне говорили в университетах, когда мы к ним обращались, и в Риге, и в Таллине, они говорили, что этот проект, посмотрели, посмотрели оценку этой технологии, тут ничего невозможного нет. Тут единственное, что может быть, то, что что-то со временем, по времени просто передвинется. Сама технология абсолютно реализуемая, потому что гений Юницкого в том, что он именно набрал, скажем так, элементы, которые создали в их определенных комбинациях, создали уникальную технологию. Мост или технология Вантового моста стала основой, скажем так, транспортной линии или железной дороги, которая поднята над землей. Все. И второе, это, да, мотор-колесо, но мотор-колесо в исполнении нашей Юницкий Стринг Технологии. В этом решении. И она тоже имеет, если кто-то помнит, начинали с того, что было 5,6-киловаттный электрический мотор, который там почти 60 сантиметров в своем, как бы, его размер 60 сантиметров в длину, и в поперечнике, там почти полметра, нет, чуть меньше, 45 сантиметров, по-моему. Сейчас это всего 5 сантиметров. 5 сантиметров, друзья, мотор, понимаете? Поэтому это все совсем другое. И только временной, может быть, временной сдвиг. Дальше. Так, откуда? Там есть вопрос. Еще есть вопрос. Сейчас я вернусь обратно. Значит, Адам, сколько рабочих Skyway планируется? Ну, понимаете, опять Skyway. Это сегодня только что была большая, ну, небольшая, скажем так, о дискуссии о том, можно ли говорить Skyway и так далее. Для нашего внутреннего понимания можно говорить. Но когда я говорю Skyway, о чем я говорю? Я говорю о торговом знаке, дорогие друзья. А мы называем все Skyway, понимаете? И фактически торговый знак Skyway, он очень сильно пострадал за этот период, пока развивается технология. Юницкий Stream Technology. То есть струнная технология Юницкого. Поэтому можно говорить, но планируется, мы просто понимаем, о чем мы говорим, что сколько рабочих потребуется или планируется нанять на строительство коммерческих трасс или конкретных трасс. Это важный, согласен, это важный момент, потому что без их достаточного количества, рабочих он имеет в виду, потребуется десятилетие, чтобы построить более длинный маршрут. Значит, уважаемый Адам, это перевод с английского языка, он на английском языке этот вопрос задавал. И для всех, для нас очень важно понимать, что, значит, на строительство нанимать людей не надо. Нам сегодня надо готовиться и готовиться, и компания готовится к тому, что есть задел производства средств передвижения, то есть юнибусов, юникаров и так далее. Это производство развито, и на первый как бы этап оно обеспечит транспортными средствами, но быстро придется строить снова. Но когда мы говорим о трассах, о коммерческих трассах, ведь вопрос-то в том, что не Скайвею надо нанимать этих людей, или, скажем, не нашим... Это не наша компетенция, мы будем подрежать людей, строителей, понимаете? Нет, но их надо тоже готовить. И только монтажники, монтажники и те, кто производят систему автоматизированного управления и занимаются их установкой, вот эту армию надо иметь. Но вы понимаете, что если мы в точке А или 1 февраля начали, получили разрешение на строительство, то пошел процесс строительства. И вы помните, что я показывал на графике, ну, в общем, на слайде, что сколько занимает времени, скажем так, проектная работа, проектирование, получение, а получили мы разрешение на строительство, начинается само строительство. К этому моменту уже есть период до полугода, до года, когда набирается инженерно-техническое обеспечение этого проекта всего. Это делается конкурс для исполнителей и так далее, и так далее. То есть те, кто будут реальные строительные работы осуществлять. Причем бригад можно много набрать, а установкой, вот пока будет вестись это все строительство, в дальнейшем наладка и установка, это будет только, скажем там, третий или четвертый этап в периоде строительства. То есть у тех, кто будут ставить и производить систему автоматизации, у них есть время все подготовить. Понимаете, да? И поэтому, когда много там, десятками проекты будут, а это уже не за горами время, то, соответственно, да, действительно надо будет нанимать и строить очень, ну, скажем, мощный завод или там большое предприятие или серию предприятий, причем, значит, по выпуску автоматизированных систем управления, что будет в основном наше. А так это очень большая и кропотливая работа, я с Адамом согласен, и поэтому там строить можно по-разному. Так, есть еще акционеры, так, что там за вопрос был, непонятно, акционеры. Что значит аббреватура ЦВФОН? А, там задают вопросы. Это Royal Capital Group Fund, это есть компания, которая продает свои, вот она здесь, видите, это отдельно. Она продает свои акции, она имеет лицензию на продажу своих акций. Инвесторы получают от них, получают от инвесторов, которые покупают акции Royal Capital Group фонда, они вносят деньги, а фонд покупает акции от Global Transport Investment, те же самые привлекированные акции. Здесь они внесены, здесь они покупаются. И разница лишь только в том, что здесь нам можно начинать покупать или, скажем так, через Royal Capital Group инвестировать, вот, только от 10 тысяч евро и далее по 5 тысяч, не менее, такими шагами или такими блоками. Но это отдельная история, сегодня об этом не будем говорить. Вот, так, там еще были вопросы. Да, в Силе, значит, была информация об обратном выкупе. Вы знаете, в первом квартале, я думаю, не будет информации о выкупе. Первый квартал уже кончается, потому что не эта цель, дорогие друзья. Я еще раз повторяю, это не бизнес-компании, значит, я просто прошлый или какой-то один из прошлых разов отвечал уже причинно-следственной связи. Когда имеет смысл покупать обратно? Когда есть покупатель, который хочет очень много акций купить, а, а, понимаете? А здесь уже осталось мало акций, ведь свободные-то тоже надо оставить, плюс одна акция, 50%, плюс одна акция. Вот тогда имеет смысл. И второй, это то, о чем говорил Юницкий и говорит всегда, что для поддержки определенных групп или определенных категорий инвесторов, кредиторов, которые в свое время, скажем так, инвестировали в надежде и в ожидании, что быстро будет возвращено обратно. Вот, проект продлился, и поэтому для некоторых предполагается и планируется определенное количество выкупа акций, потому что они всегда, всегда выгодно обратно выкупить. Но это не является бизнесом компании, это надо очень четко понимать, дорогие друзья. Вот, поэтому первый квартал, второй квартал неизвестно, не могу ничего сказать. И даже, когда будет, узнаете. По токенам ожидаем, все время ожидаем. Подрядчик готовится, пока ничего точно не можем сказать. Я собирался уже в марте что-то иметь, вот, но нет, видите. Так, тут больше нет вопросов. Поэтому идем дальше. Идем дальше или продолжаем с вами. Значит, тадам. Эркин, мы же будем получать прибыль от продажи адресных проектов, от строительства, а не от эксплуатации. Эркин, уважаемый, я правильно, не совсем правильно. Дело в том, что, смотрите, от чего мы получаем прибыль, годовую прибыль, от которой 100%, от которой потом 20% идет на дивиденды, сразу отчисляется, и 80% годовой прибыли на проекты развития и прочее. Это доходы, как минимум, из трех источников. Доходы от проектов, начнем, значит, от доходы от всех проектов адресных и эксплуатации созданной транспортной сети. Повторю, что бизнесом в моем понимании и в понимании, которое описано в меморандуме, бизнесом является не строительство как таковое, строительство является условием, что в дальнейшем будет эксплуатация. И вот с эксплуатацией будущих трасс, чтобы построить надо дешевле, если мы будем закладывать, вы понимаете, при строительстве адресных проектов большую прибыль, зарабатывать с прибыли, понимаете, если мы будем сюда закладывать, то будет очень длительный срок окупаемости, трудно будет выйти, неконкурентным будем при выходе на рынок и так далее. То есть проект странит финансово громоздки, поэтому концепция, скажем, экономическая модель такая, минимальная, 5-процентная, чисто такая, скажем так, для устойчивости компании прибыль закладывается при строительстве. Но закладывается условие заказчику, что дорогой друг, я или мы, GTI, будем говорить пока, что это GTI условно, вот, не закладывая сюда дорогую стоимость, но мы хотим иметь долю 20-25% в компании, которая будет эксплуатирована. Причем мы не хотим ее управлять, нас интересует больше так называемые, опять-таки, привилегированные, получение привилегированной суммы прибыли. То есть с эксплуатации получать 20-25% от прибыли нам. И вот это мощнейший, то есть вы представляете, от всей транснет-системы, которая выстраивается со временем корпорацией университетский string technology или GTI, получение источника. Это колоссальный доход. Второй источник или группа доходов, это доходы от Skyway Global Token Platform. Какие доходы? Не от торговли токенами. Токенами, опять-таки, торговля токенами здесь является средством. А эффект получается от того, что подрядчики и те, кто покупают и продают услуги или материалы, они пользуются, могут пользоваться и осуществлять на этой платформе только между собой и с нами взаимоотношения к токенам. Им будет выгодно их покупать. Курс токена будет хороший, они будут как средство. И плюс еще услуги на сторону, понимаете? Когда платформа, это очень непросто, когда хорошая платформа хорошо функционирует. И третья, третья группа или третий средств, это доходы от проектов развития. Ведь различные, различные, вот эта сумма уходит, если не будет развития, не будет новых решений транспортных. Например, те же самые проекты развития, это линейные города, это различные дополнительные проекты. Потому что наша задача не только построить транспортную систему, но и использовать все преимущества, которые оно дает. Заложить коммуникационные возможности, кабели различных и так далее, и так далее. Это строительство поселений, строительство и улучшение землепользования. Масса различных проектов и развитие самой системы из поколения в поколение. Потому что я неоднократно показывал, это то же самое. Если бы те, кто занимались системами или телефонной связи, не думали и не вкладывали бы в развитие, то мы бы сегодня не имели бы телефонов, буквально 10 лет назад, 15-20 лет назад мы не имели таких телефонов. Понимаете? А, основная прибыль вкладывалась в развитие, и за счет, вот именно за счет этого растет так называемая капитализация Global Transport Investment. Вот. Это очень важно понимать, учитывать и всегда смотреть. Нельзя всю прибыль вынимать. Вот, правильно понимаю? Понятно. Да, я надеюсь, что я на этот вопрос тоже ответил. Теперь, дорогие друзья, что я еще хотел вам, значит, на закуску. Я хотел сегодня много вам рассказать о том, как, значит, как идти на, как, что значит выходить на IPO. Вот, основное об IPO и так далее. Но, видать, в следующий раз я сегодня вам немножко скажу о похоронах традиционно банковской системы. Те, кто слушали вьетнамский вебинар для вьетнамцев, потому что говорит я на русском, но с переводом на вьетнамский язык, то те уже более-менее знают, но большая часть не знает. Поэтому очень хочу, нам важно это знать, блокчейн-технология, применение в макроэкономике, значит, почему банковская система? Потому что приходит блокчейн-технология, банки больше не нужны. Не нужны большие здания, дистанционное управление, все, макроэкономики. То есть человек с рождения может, скажем так, уже все иметь и не надо никаких, то есть она будет абсолютно почти, ну, скажем так, 99,99,99, условно говоря, процентов надежности, потому что 100% надежного ничего нет, но достаточно надежно может быть. Поэтому уже имеется счет у человека с момента его рождения и так далее. Новая платформа кредитования и обслуживания. Они абсолютно, банки больше не нужны, чиновники не нужны, они это чувствуют, под ними все трясется. И это надо понимать. Сегодня очень тяжело работать сцепляющейся за старые модели банковской системы. Электронный формат представления банковских услуг, конторы не нужны, все большие, они абсолютно пустые. Огромные здания или паразитируют еще на тех средствах, которые они имеют, но это все вот-вот-вот отомрет и отмирает. Огромные здания будут и уже являются ненужными. Отказ от пластиковых карт. Они абсолютно не нужны будут в ближайшее время. Они уже сегодня не сильно нужны только для получения, может быть, каких-то, взять там деньги реальные из банкомата или вложить в него. А остальное все можно делать сегодня при помощи других средств взаиморасчетов чисто вот электронных. И второе, очень важное, тут еще можно перечислить, слушайте, в интернете есть много чего, это очень важно понимать. То есть банковская система традиционная, можно уже похоронить ее, и сегодня мы присутствуем на этих похоронах. Очень хорошо об этом говорил Греф на каком-то небольшом выступлении в своем. Зарождение новой модели хозяйственного мира. ВВП, Gross Domestic Product, макроэкономический, то есть это продукт, национальный продукт, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, то есть он отпадает. Его необходимость отпадает, потому что он является порождением рыночного хозяйствования и так называемой гонки на показатель прибыли. Все, прибыль переходит, перешла, по идее, уже давно, но ее еще фетишируют, перешла в разряд индикаторов. Она не более показывает прибыльное производство, то есть есть ли прибыль, осуществляется ли, получается ли прибыль, она как не количество, надо гоняться, а затем, что она есть для усиления устойчивости компании и ее развития. Все, а не цель сама по себе. Поэтому это очень важный момент, который надо понимать и учитывать. И второе, рынок versus плановое регулирование. Меняется приоритет рынка и критерии его оценки, то есть критерии именно формирования производства, оценки производства и так далее. Опять-таки, рынок, он станет площадкой, на которой оцениваются результаты спланированных действий по ресурсам. А ресурсы, что являются ресурсами? Это люди, в первую очередь люди, кадры. Во-вторых, это финансовые инструменты, финансовые средства. В-третьих, это ископаемые ресурсы. Вот, и в-четвертых, это информация. Вот, в чем надо планировать и самым, и причем, как ни странно, на первое место выходят именно информационные потоки, как ресурсные потоки. Поэтому рынок еще раз переходит в другой статус. Он неопределяющий, что, о, давай на рынок будем загружать. Так, эпоха потребления заканчивается и уже закончилась. Поэтому это надо учитывать. Вот. Региональное планирование, да, на минимальный уровень достаточности и социальной необходимости. Минимальной социальной необходимости ориентации будет. По регионам. Вот. Отказ от верховной роли прибыли, я уже сказал, в оценке результативности. Вот это все нужно очень четко понимать и учитывать. Почему нам это нужно? Лишь для того, чтобы оценивать, сколько иметь сегодня лучше акций у себя, залоговых или долей, как мы их некоторые называем, да. Вот. В токенах. Что с токенами делать и так далее. Дело в том, что мировая система, модель хозяйствования в мире меняется. А мы, приобретая свой опыт и кредитуя проект, проект, да, мы кредитуем компанию или бизнес, который выводится на мировой рынок. И становимся совладельцами, совладельцами компаний, корпорации, транспортной корпорации. Понимаете? Это в условиях, в условиях, дорогие друзья, когда, когда все это меняется. Банковская система летит. Потому что отсюда я не знаю, чем это может кончиться. Мне задают вопросы, я так присматриваюсь, присматриваюсь к тем, значит, решениям парламента маленькой страны Эстонии. Это целый ряд интересных решений по поводу кредитов, обслуживания кредитов и так далее, и так далее. Я не исключаю, что произойдут очень интересные изменения и в ближайшие один-два года. Так, итак, наконец, просто хочу обозначить основное IPO. Это так называемая инициация публичного предложения или публичного офферинга. Вот, или ICO. Значит, раньше мы говорили об ICO, сейчас бы я говорил больше об STO, Security Token Offering. Вот, выборы схемы IPO, цифровые версии финансовых ценных бумаг, такие как, в основном, это ерунда. Значит, первое, выбор схемы IPO. Второе, очень важно, надо ее выбрать. Кто умный? Ведь не мы сами умники. Это надо опять-таки нанимать, значит, тех, кто умеют это делать, да. Конечно, они скажут, на какой площадке, это выбор андеррайтером, называют такое умное слово, есть. Главная цель андеррайтера, что он делает? Проведение успешного IPO, результаты которого удовлетворили бы нас с вами, дорогие друзья, и наш бизнес. Можно так провести IPO и уйти в кусты и сказать, ну и все, и хорошо, теперь продали, там пускай... А нас-то интересует то, чтобы дальше воспроизводилось, то есть возникла система, работала бы дальше. Поэтому очень интересно и правильно найти, правильно проведение успешного IPO, а не просто провести IPO, понимаете? И чем это оценивается, мы позже поговорим. Основные задачи, выбор схемы IPO или STO, вот, конкретного. Мы обретаем сейчас опыт, начали с STO, не случайно, и это очень мудрое решение было создание Skyway Global Token платформы, блокчейн платформы. Мы сейчас через STO создаем инструментарий, который поможет провести IPO в ближайшее время. Анализ компании Skyway и много-много-много-много разных дел, мы дальше об этом будем говорить. В первую очередь, это подготовка и осуществление всех юридических процедур, их масса, которые надо провести. Первые ласточки, которые ведут к выбору андерайтера и тех работ, которые под его руководством надо проводить, было проведены в прошлом году, то есть начаты, вернее, не проведены, а начаты, это, значит, реструктурировали, скажем, ребрендингом нашего торгового знака и компании. Как мы называемся, даже мы называемся, наша площадка называется Skyway Community, а не Skyway Capital, понимаете? Описание, значит, это тоже одна из процедур. Описание бизнес-плана и инвестиционной привлекательности плюс проведение маркетинга. Что мы предложим на площадке, куда мы будем выводить на торговую площадку или на, скажем, на биржу? Там должен быть подготовлен четкий бизнес-план, как он у нас и был, но это наш план когда был составен? В 2013-14 году. На бизнес-план, который будет выводиться на, для выхода на биржу, он будет намного сильнее, потому что он будет содержать весь тот опыт и тот потенциал, который накоплен за это время. Привлечение инвесторов. Каких инвесторов? Вроде бы привлекаем. Да, правильно. Привлечение инвесторов, дорогие друзья, которые, которые бы заинтересовались в 50 плюс одна акция, в свободных акциях. Вот этих надо привлекать. Потому что им будет сказано, если по-простому, им будет сказано, что смотрите, 50% минус одна акция, почти все акции уже приобретены. Осталась другая половина. Но, когда мы говорим об этих инвесторах, то здесь речь заходит привлечение инвесторов, так называемых, ну как бы основных поддерживающих инвесторов, их надо найти, с которыми будут заключены договора, опционные соглашения. И это будет, ну скажем таким, флажком для сообщества, которым будет, или для биржи, на которой будут. Там будет, например, сказано, так скромно сказано, что, например, Илон Маск, значит, заключил опционный договор. Я условно говорю, опционный договор с Global Transport Investment на приобретение, что он приобретает столько-то свободных, из числа свободных акций, сразу опцион по открытию. И еще кто-то. И миллиардер Иванов тоже, или миллионер Иванов тоже подписался там на 5 миллиардов акций. Понимаете, вот привлечение таких инвесторов. И это серьезное слово, когда выводятся, потому что там есть свои механизмы, в зависимости от условий той биржи, на которую выводятся, привлечение их инвесторов, как их оформляют. Определение цены предложения акций именно на биржу вводится по номинальной стоимости. Но определение цены предложения акций вот именно этим инвесторам это оценивают и предлагают, опять-таки, те, кто берутся за вывод компаний на, скажем, на биржу. Таким образом, дорогие друзья, сегодня я заканчиваю. Мы придем к этому снова в следующий вебинар. Я благодарю вас за внимание. Вот, надеюсь, что мы продвинулись с вами вперед в информационном плане, в понятийном плане. Вот. И есть над чем работать дальше. И это хорошо. Вообще бары отдать от жилых домов на... Там идет обсуждение. Сейчас я посмотрю еще вопросы. Информация по токенам ожидается. Так, там ничего больше не... Нужно найти строительство с Красной Трассой. Да, новых вопросов нет. Все. Таким образом, благодарю вас. Желаю вам всего доброго. А самое главное, здоровья. Не принимать устойчивости, настойчивости. Не принимать с первого чиха всю информацию, которую подают, в том числе вирусную. Вот. А это говорит о том, что надо работать над своей иммунной системой. Иммунная система организма – это его устойчивость. А иммунная система понятийная – это вникать, разбираться, посмотреть, а что там. В кабинете все есть. В личном кабинете. Есть вся информация. Посмотрите бизнес-план. Не поленитесь. Посмотрите графики, которые там есть. Это все есть иммунная система. Не понаслышке, что на рынке сказали, что там Маслов сказал. А вдруг он действительно взял и ошибся. Или взял и нарочно что-то не то сказал. Понимаете? Поэтому перепроверяйте. Настойчиво себя совершенствуйте. Желаю вам всего доброго. Берегите себя, своих близких. И строй сковей, спасай планету. Всего доброго. До скорых встреч. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok